И вот мы сейчас с вами заканчивать будем. И вот я еще, смотрите, наверное, это хороший человек. Помните, как этот говорил? И вот этот самый шарик этот из Простоквашина. Наверное, он хороший человек. Елки, рыбить не стал бы. Наверное, Владимир Васильев хороший человек. И мне так счастлив, что есть оппонент. Я так счастлив. Благодарим, мне выдаются довести свои эти самые до самого конца. Подобрать фотографии, термины. Путь до самых настоящих постулатов. Постулат – это почти закон. Вот, смотрите, откуда взялась вот эта вот, как она называется? Ну, письмо. Значит, есть такой Троценко Павел, вы знаете. Он ведет один из моих каналов. Так? Он ведет один из моих каналов, который и от моего имени даже. Ничего, я ему доверяю. И туда приходят такие же письма, как сюда. Вот ватсап мы изучаем. Вот там на ватсапе дальше идет. Вот, дай только волю. Вот, видите, там уже дальше дело пошло. Вот. Расширяем возможности. И вот получается, этот Владимир Васильев, но отвечал он мне. Только канал тот, мы его не видели. Итак, внимание, мы на этом закончим. Потому что, ну, еще там пару объявлений. Я проводил простое исследование по расщеплению признаков у косточковых. Брал семена венинградинской червухи у сквера театрального в Тюмени с фиолетовыми листьями. 25 повторяли цвет листьев. Только 25. Ага. Это лишь один из... Три к одному. Ручу нормально. Вот. Сейчас, как дайсу сейчас этого. Мэн дает цитировать. Вот. Доминантный, рецессивный. Вот, попался рецессивный. Для культивирования в саду растение выбирается по совокупности большого числа признаков. Поэтому вероятность того, что именно... Внимание, это мой адрес. Вероятность того, что именно вам попадется семя, которое даст суперрастение, минимально. Я считаю покупку таких семечек странной и даже глупой идеей. Ну, все-таки... А. 5 лет учился на биолога. В том числе изучил генетику. Значит, человек занимался не абрикосами. Венгельской черемухой. Так. Наверное, еще чем-то занимался. Значит, он пришел к выводам. Он пришел к выводам, что покупка таких семечек странной и глупой идеей. И речь-то шла... А это же реакция на наши вебинары. А главное, самое капризное, поверьте, не черешня, самое капризное, не персик. Это ерунда все. Вот абрикосы, такая каприза. Просто я с ним на «ты» и уже руку набил. А так вот, привил 9 привок, сделал все мертвые. И таких случаев. Итак, значит, генетику изучал, на биологу учил и считает покупку. Но, мне кажется, ему не хватило практики. Я уже сколько раз говорил, что не вырастает сыновья младерца в моем саду. Вот. У Аулина. Ученый человек. И у него тоже ни одного дикаря. Сейчас. Сейчас, может быть, потрачу на это еще пару минут. Вообще, вы поняли. Мы имеем в виду теорию, которая расходится с практикой. Для него это козырь, что он биолог. Генетику изучал. А теперь вспомните, девочки, утверждают, что... А генетику уже ли заучил? Ну, утверждается, что подросток они учили в Тимирской академии. Но. У меня не получается этих самых дикарей. А они не знают, что такое неугодный вот этот товарищ Владимир Васильев. Не они. Они не знают, что такое наслаждение ментора по железу. Они не знают, что такое насыщение ментора по мечу или вину. Так закрепляется вот эта совокупность большой признаки культурности. Что теперь мне, Владимир Васильев, поверьте мне, хоть вы и этот, биолог, а я... Ну, действительно, вот когда вот так говорят, получается, что я никто ничтожества, там, с сильным рывом, калашный ряд, все, лезу, лезу, а меня по морде. Вот. Я еще для того, чтобы мне теперь... А давайте вернемся к этим. Это не все. Это я просто хотел в лишний раз сказать, что мы теряем, 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 годы мы теряем, потому что наука никак, никак, никак. Вот параллельно, а никак не это. Вот. Вот, видите, вот эти самые. Если я вырастил пять поколений этих академиков, вот, они не уменьшались, они увеличились, потому что прививка, она закрепляет. Это даже биологи, даже Васильев не откажется этих слов, от моих слов, не подвергает сомнению, что с помощью прививки я, как минимум, их сохранял качество. Так они еще увеличивались, но там у меня началась своя теория. Вот. Я сторонник атовизма, который отвергает и генетики, и который отвергает Мичурин-Силосимковцы. А я вот как раз додумкал сам атовизм. Вот и все. Расшифровать это не буду. Вы знаете, что такое атовизм. Вот. Помните школьный учебник мальчика, у него хвост. Помните? Вот. А хвост когда-то пригодится, когда опять залезем на деревья, когда планету уничтожим, полезем на деревья. Потому что там бананы, яблоки. Вот там хвост опять возродится. Но я к чему это говорю? Я говорю, что так уж сложилось, что именно отсюда косточки я же буду продавать. Так? Чтобы они вернулись в дикое состояние, мне придется создать специально. Это надо, чтобы целый отдел работал. Чтобы он несколько, ну хотя бы сотен саженцев вырастил из этих костей. Большинство будут чуть-чуть мельче. Наполовину мельче. Дикарей не будет. Караул еще надо 6-7 лет отобрать. Самые плохие, самые мелкие, самые невкусные. Из этих и еще поколений, и где-то опять, внимание, на 4-5 поколении удастся вернуться к манджурским априкосам. Еще раз говорю, при условии, если специально наметить работу по деградации, по возвращению в полудикое состояние. В дикое уже все равно не вернуться. Полудикое. А кто этим будет? А зачем этим заниматься? А кто нас пугает, что ли? Вот. Васильев. Вы просто настолько далеки от этого. А все-таки же свой письмо написали, как вариант. А доказательства ваши только одно. Я генетик, я изучал генетику, я белого. Только это, согласны? У вас нет других доказательств? А теперь, скажем, я тут... Ладно. Все, на этом пока все. Переходим. Здесь такие... Я пытался свое доказать. Понимаете? Своё, свое. Своё доказать. Все переворона. Все переворона. Все переворона. Сказать через ад обидится. Ну, так, такого натворили. Сейчас я еще объявление скажу, сделаю и все на этом. Пока я все это пропускаю. Вот опять. Косточки. Опять все хорошо. Вот это, вот это, вот это. Одно-летки. Одно-летки. Четыре-пять месяцев. Да, вот, смотрите. Скиньте из границы по копеечке. У меня была мечта. Она сейчас есть, только денег нет. Это для того, чтобы я глава за главой все это перенес на звук. То есть, ауди. Сделать аудиокнигу. Вот. Ну, скромно. Мне каждая глава такая обходилась бы 200 рублей. Потому что я не умею оформлять. Так. Ну, объявил. Может быть, человек 500 или 1000 уже объявления прошли. Денег не прислал никто. Поэтому тогда я следующее объявление делаю. Уже не прошу, так сказать, бескорости. Вот смотрите. Через два месяца, через три, я уже смогу рассылать абрикосы. Еще какие-то косточки, может быть, там. Если через три месяца, через четыре, уже там слив, вишен, там, персиков. Но главное абрикосы. Вот. Я теперь прошу у всех частичную. Те, кто собирается делать заказ. Вот. А, кстати, видите, за книгу спасибо. А вот сделать так, чтобы эта книга была доступна всем, у нас нет для этого возможностей. Вот. Олигархов среди нас нет. Вот. Но красивое письмо получаю. Дело в том, значит, допустим, человек присылает 500 или 1000 рублей и говорит, я буду у вас заказывать косточки, допустим, в августе, в сентябре. Абрикосы, ранний овощ. Вот. Фрукт. Крайний. И потом зачтете это. А я не дарю вам деньги, а это частичная предоплата. Значит, тогда на всякий случай я что? Ну-ка я сейчас прямо. В 10 раз не помешает. 8. 960. 776. 8. Все равно будете заказывать? Куда вы денетесь после... 100. 240 косточек железа. Бесценных. Там уже будут не только обманжурцы, там и академики будут. Вот, по-видимому, королевские, ой, баи, 240 косточек стоят дешевле, чем один финский саджевец с яблони. Представляете? Мои 200, ну не обидно, 240 косточек дешевле, чем одна эта. Поэтому, я надеюсь, что вы захотите иметь такой сад, как у меня. Вот. Я буду осенью вас, хоть и с этой же фирмы, водить. Когда деньги появятся, я сам заплачу за метафильм. Но при этом, при этом, вы увидите, что такое настоящий сад, который не изувечен. У этого сада много врагов. Это солнечные ожоги, и, тем более, я не белю и не крашу солнечные ожоги, и мразобоины, да. Это естественные враги, которыми дерево справляется. Но не дай Бог, любая рана, особенно рана, которая делается на кольцо, не дай Бог, они никогда не заживают. Вы возьмете тысячу деревьев с зажившими ранами, поперек распилите и увидите, чтобы они не зажили. Этого не знает никто. Ну, теперь еще Курдюкова узнают, но ведь его и не простили это. Шутка ли, стал на сторону железа. Это же этот темирязевец. И вот письмо от выпускницы темирязевки с красным дипломом. Еще наш человек будет. А вот это вот, к этому телефону привязана карточка. Я теперь прошу, не скиньтесь, граждане, по копеечке, я теперь прошу заплатить за будущий заказ частично. 500 или 1000 рублей. Ну, естественно, так померяется, к тому же адрес, чтобы отдельно заведу в журнал, чтобы осенью никого не обидеть. Поняли, да? Потому что иначе тут дожить-то еще невозможно до этого. До осени. Я уж не говорю про то, что хорошо при этом продолжать творческую работу. Те же фильмы делать. Вот. А просить, чтобы бесплатно делали, мне уже не могу. Совесть не позволяет. Люди занятые все. Все понятно, да? Карточка Сбербанка привязана вот к этой самой. Ну, человек 5-10 пришлет, так и буду держаться до осени. А может, 20 пришлет, посмотрим. В общем, я все практически закончил. Вот. Маленький камень. Что, Валерий Константинович, кроме вас, все, в Сибири нет, нет, это самое. Есть такой питомник, он такой замечательный. Почему вы о нем молчите? А я молчу, потому что он вот такие высылает. Высылал, сейчас не знаю. Ну, как я это скажу? Это сколько людей я подставлю? Вы представляете? Чек распаковал посылку. Все, ладно. Так, наверное, злободелые темы закончились. Сейчас потом покажу много интересного. Много-много-много-много-много-много. Вот. Как с одного дерева получается. Смотрите. Видите, да? Я это называю сиамские близнецы. Но они не близнецы. Справа привитая, слева от корня пошла. Видите? Вот. Ну, интересно же, да? А почему? Да ни за что. Никогда вот это вот нижние ветки, вот эта ветка, кормит корни. Она стала мощным деревом. Вот. Она кормит корни. Зачем я буду отрезать? Как их ненавидят? Оболок типа волчка. Вот. А потом, смотрите. А те-те-те-те. Ну и что? Да я и мелким рад. Они такие. Самое крупное, самое вкусное, это с этого самого. С мальчурского абрикоса, кроме одного. На нем погибла прививка, через год после прививки, культурного. Вот вам и насыщение ментора. А, ау, тебе вяжите? Ну, хруст, девчата, гом да куча, ну сколько можно-то? Да вы даже не спорите, вы молчите, как рыба облёт. Так. Ну что, вот сам боюсь заходить. Там письма пошли. Может быть, давайте, друзья, кто меня слышит, ну так вышло, что это новое направление, да? Вот. Серафим засвёл в Новосибирске. Ну, красоте, сейчас, ну не могу, я покажу. Где оно написано? Засвёл в Новосибирске. А, во-во, уточнили. В Новосибирске. Ага. Вот. Вот ещё. Господи, как я не люблю, когда это растёт в горшках. А теперь так трудно их пересадить. Даже боюсь открывать вот эти самые звуковые. Всё, ухожу отсюда, ухожу. Будет ещё времена. Ребята, я не упускаю ни одной возможности не похвалить. Я восхищаюсь вместе с вами. Я рады, что у вас вот они, абрикосы. Другое дело, что потом, что вы будете делать с этими, как их оттуда извлекать, вот. Отправил предоплату за семена. Ну вот, дело сделано. Теперь я дотяну до 8. Ну, что бы поделать, когда столько людей без помощи. А кому они нужны? Вот я и помню мои слова. Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поединочке. Ну что, заканчиваем этот разговор. субтитры